Поэтому та иллюзия, в которой я живу в рабочее время, она меня устраивает больше, чем та правда, которая есть на земле. Если я был политиком, я бы умер на второй минуте, узнав эту правду. Я предпочитаю жить в этом смысле. И меня не устраивает до конца ни одна из систем, которые социалистически, вообще сожитие людей, общежитие людей, ее нет. Я вам скажу, вот зря вы эту тему поняли, я недавно летел в самолете на днях и читал какие-то страшные, я был сонный, не спал всю ночь, я открыл какое-то издание и начал читать о реальных событиях, если не ошибаюсь, в Рязани, и о движении, о молодежных движениях в нашей стране. Это страшнейший, важнейший вопрос. Я вспомнил нас в 80-е годы, в 70-е, наше молодежное движение, о том, чем мы жили, как мы жили, и то, чем живет сейчас молодежь. Я вам скажу, это не то, что проблема страны, это проблема вообще всей планеты, потому что будущее в нашей молодежи, даже не в наших детях, а в нашей молодежи, которая живет сейчас на улицах. Вы знаете о движениях ФА и АнтифА? Да, конечно. Это нереальные вопросы, о которых почему-то никто не понимает. Именно нужно заниматься, я не знаю, на уровне экономическом, политическом, должна быть партия сейчас молодежи, и нужно сделать ее моментально, прямо вот сейчас ее, вчера, партия молодежи, которым занимался, вливали бы огромные деньги, людей, авторитеты людей. Я ездил на форумы, я ездил, сейчас на Кавказ ездил, на Машук ездил два раза этим летом. Познакомился с авторитетными людьми, которые общались с молодежью. Я понимал, что для молодежи есть сейчас, в данный момент, только две вещи, которые может их заставить мыслить. Это или нереальная жажда чего-то добиться, уже непонятно чего, потому что сейчас даже, если в 90-е молодежи говорили, ты можешь получить сейчас, смотри, успех, деньги, смотри, славу, сейчас все быстро делается, посмотри, какой глоток воздуха получила страна, сняты все замки, то сейчас для молодежи очень сложный период, и даже не можешь, ты не знаешь даже, в какую сторону двигаться, потому что все уже распределено, чем жить. Капитализм – это сухая система. Где ценности? Объясните, раньше человек жил ценностями, и поэтому деньги были не важны. Я говорю примитивно. Вы знаете, ни один из аргументов жизни за 47 лет моей жизни не убедил меня, что жизнь примитивная вещь, очень примитивная, все коротко и ясно, четко и ясно. События происходят, люди родились, это произошло в эту секунду, люди умерли, это тоже очень быстро происходит. Люди задают вопросы конкретные, все происходит очень быстро. Молодежь, есть две вещи. Или идти в неизвестном направлении, подчиняясь веню времени, или все-таки искать какие-то авторитеты в своей жизни. Я понял, что я сейчас услышал концепцию завтрашнего концерта в артисте. Нет, нет, нет. На самом деле. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует... Продолжение следует...